Спасибо большое за предоставленную возможность задать вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Килина, Вероника, накануне РУ, информационное агентство, я представляю Уральский федеральный округ. И вопрос такой. Поддерживаете ли вы идею серийного производства самолётов Ил-96? И не считаете ли вы, что ставка на только иностранные самолёты в связи со всеми трагическими событиями была ошибочной? И почему вы сами предпочитаете отечественные самолёты, я имею в виду президентский авиаотряд, который эксплуатирует Ил-96? Спасибо. Вы знаете, я полностью разделяю вашу озабоченность. Авиастроительная отрасль относится к тем, которые, безусловно, обеспечивают высокотехнологичную часть нашей экономики, её развитие. Это то, что нам досталось ещё и с советских времён. Хотя, конечно, ведь в Советском Союзе развивали прежде всего боевую авиацию, а потом приспосабливали её к гражданским нуждам. И не смотрели ни на моторесурс, ни на то, сколько тратится керосина авиационного на такую гражданскую авиацию. Сегодня мы не можем так поступать. Но мы без этих сомнений должны обеспечить не только внутренние перевозки своими собственными транспортными авиационными средствами, но и должны выходить и на международный рынок. Вообще мы должны ориентировать всех наших производителей, в том числе и производителей авиационной техники, на то, чтобы они добивались такого качества производства, которое бы создавало конкуренцию их партнёрам во всём мире. Что касается широкофюзеляжного самолёта, это просто большие вложения. И мы договорились с китайскими партнёрами, что мы будем делать это вместе, и мы двигаемся по этому пути. Хочу вам об этом сказать. Это большие самолёты, широкофюзеляжные и для дальних расстояний, таких магистральных расстояний дальних. Но нам этого недостаточно. Нам обязательно нужно собственными самолётами обеспечить небольшие, не такие магистральные линии, а региональные линии и региональные перевозки. Вот есть планы по, по-моему, Ил-14 или там 114, как-то новый, старый, хорошо забытый проект. Конечно, с новациями и инновациями, которые возможны и необходимы для современного продукта. Вы знаете, что вот только сейчас произошло важнейшее событие в двигателестроении, новый двигатель ДС-14, который – это первый продукт подобного рода с конца 80-х годов прошлого века. Мы как-то не обращаем на это внимания. Это огромное достижение наших двигателестроителей. Я на одном из совещаний об этом говорил и сейчас воспользуюсь случаем, чтобы их поздравить с этим результатом и поблагодарить за их работу. Это даёт возможность нам развивать наше самолётостроение и дальше, в том числе и самолёт Ил-95, о котором вы спрашиваете. Вот энергообеспеченность и нового двигателя, его возможности дают нам развивать целую линейку, целую линейку самолётов и среднемагистральных, и дальнемагистральных. Так что это, кстати говоря, было самым слабым звеном. Я думаю, что с Ил-95 мы справимся, но вот это было самым слабым звеном, потому что мы должны были использовать или Пратент Уитни, или Роллс-Ройс. У них хорошие двигатели, но наш лучше, и самолёт у нас будет лучше.